здравствуйте друзья сегодня среда но уже так вечере 7 часов вечера домой а вчера был вторник как легко догадаться многие из вас сразу сообразили и вторник не каждый но вот вчерашний данном случае вторник в сша такой день когда выборы происходят точнее как когда происходит так во вторник и идут разного уровня выборы во первых в разных штатах идут так называемый праймерис это где партии должны определиться среди своих так промеж своих кого выставлять на выборы в ноябре которые будут 6 ноября у нас выбор там есть тонкость значит тонкости состоят в том что республиканцы как бы пытаются понять что у них там происходит то есть какие люди от республиканской партии проходят и мы видим что те кандидаты которых поддерживает трамп то есть он говорит вот там я из этих вот 5 поддерживаю там васю вот эти васи которых поддерживает трамп они среди республиканцев хорошо идут то есть как бы его поддержка дорогого стоит внутри собственной партии что еще не все так сказать не все люди которые вокруг которые придут голосовать в ноябре но во всяком случае внутри республиканской партии среди выдвигаемых кандидатов происходит консолидация потому что то что два года назад было там еще было много людей которые так носом воротили там какой-то трамп и они вообще они понимают что дальше как бы это может быть концом политической карьеры на самом деле но что они допустим с ним сегодня пошли поэтому те кто поосторожнее они отходили носом воротили и так далее сейчас происходит процесс консолидации то есть носом воротящие они куда-то вот их таскать от отметывает система это как бы одна сторона то есть для трампа очень важно продемонстрировать свою силу республиканскому истеблишменту чтобы они понимали что это он их на поводке держит они они его это одна сторона но еще раз это еще не все это не не значит что они победят парка внутренней разборки не менее интересны внутренней разборки внутри демократической партии вообще надо сказать что демократов сейчас такая волна идет поскольку наконец они уже избавились от клинтон же то как бы место свято место оказалось пустым и какая-то такая ну я не знаю волна новых свежих сил идет женщины вот сейчас тут какой-то пытаются там привлечь к политической деятельности она женщина военный летчик например да ну там вроде она как на пенсию выходит в отставку вот и в общем как-то идет такой поиск идет наплыв очень много женщин движется в этом направлении демократ и у демократов есть тоже свои два крыла до которыми можно махать не только у республиканцев там умеренные консерваторы совсем уже такие а вот у демократов есть просто там демократы а есть такие рьяные демократы называют их прогрессивными прогрессив вот прогрессив они такие знаете с уклоном ну как сказать и их люди консервативных вообще там коммунистами называют и чуть ли не экстремистами там и так далее но на самом деле они просто хотят такие вещи делать которые с экономической точки зрения казалось бы неправильные ну например там вот сандерс на свое время то он говорил там ввести минимум зарплат 15 долларов в час всего 15 долларов неплохо 15 долларов но дальше получается ну да но кто их платит эти 15 долларов что произойдет с ценами после этого то есть конечно то есть может получиться эти 15 долларов ты на них потом не купишь и того что сейчас купишь за 10 братья то есть какие но разные точки зрения есть и так далее но с точки зрения людей таких консервативных то что предлагают прогрессив но это уж совсем никуда ну совсем никуда но короче прогрессив последнее время набирают обороты а почему это происходит потому что умеренное крыло либералов она такое такое же никчемное как вот у республиканцев никчемность вот это никчемность она создает альтернативы какие-то вот в виде трампа тому республиканцев в виде прогрессив с у демократов это все просто от никчемности тех кто казалось год в истеблишменте истеблишмент мышей не ловит и значит что получается у меня бутылочка не открывается да хотел водички попить нет нет новую бутылку убил прогрессив с так вот в чем проблема прогрессив с дело в том что чем ты дальше от центра тем меньше народу будет за тебя голосовать когда дойдет до реальных выборов до настоящих до ноября то есть скажем вот у консерваторов кого-то там выставляют и вдруг на встречу ему от демократов идет прогрессив консерватор очень радуется потому что прогрессив ослабляют голоса которые могли бы пойти за демократическую партию прогрессив отталкивают ее тех кто умеренный более-менее избиратель не те которые в демократической партии они наверное все равно проголосуют за демократ но те которые как бы независимые они на самом деле все решают вот к кому примкнут независимые это в общем то решает кто победит на выборах независимые боятся экстрима что левого что правого экстрима никто не хочет поэтому очень тоже интересно вот насколько удается истеблишмента удержаться при промежуточных выборах при праймерис вот этих вот потому что насколько у них есть шансы потом что-то сделать во время выборов ноябрьских то есть речь идет о том чтобы получить заполучить большинство в палате представителей и как бы к этому идет ну то есть вот разные опросы они там показывают и тогда в частности очень интересные были выборы в штате ахайо там есть такой сорок второй по округ который вообще штат консервативный очень то есть никогда демократы там не имели ну как бы шансов так так назовем то есть их уверенно так уверенно побеждали республиканцы но очень уверенно и тут значит разыгрывалось место в так называемый special или экшелекшен место в палате представителей но вы знаете палаты представителей полностью переизберется 6 ноября поэтому речь идет в принципе о том что вот вот этот пост но там ну насколько он там меньше четырех месяцев осталось то есть чисто символическая такая вещь то есть это никак не влияет на большинство голосов на оставшиеся три месяца но вообще ни на что не влияет но интересно как бы как-то это спроецируется вот на на будущее поэтому интересно именно проекция на будущее что происходит стране вот мы берем этот самый республиканский такой уверенный такой мощный республиканский округ там обычно там 10 11 12 процентов больше голосует народу за республиканцев то есть не пол процента и даже не три понимаете 10 12 дабл диджит то что называется позначное число и вот в этом самом дистрикте округе голоса сошлись так близко между демократом и республиканцем там что-то меньше ну там типа полпроцента там может быть чуть больше чем пол процента 2000 голосов они еще не досчитали на самом деле там 99 процентов голосов подсчитано а еще один процент где-то там не подсчитывается и вот тот демократ который значит вроде более чуть поменьше но он он пока не признает себя побежденным он говорит давайте посчитаем до конца уже давайте посчитаем уже слишком близко это все то есть видимо есть шанс что те голоса которые еще не посчитали может быть они в каком-то городе на этом городе где больше либералов чем там скажет консерватор я не знаю я я абсолютно не вникал в детали этого всего и честно сказать не имеет никакого значения кто из них три месяца просидит в палате представителей до того как пройдут настоящие выборы в ноябре существенно что в 10 в округе в котором ну на голову на голову в республиканцы били демократа вот в этом округе мы имеем практически неотличимые результаты практически не отличимая как бы могу сказать что если через там три месяца эти же самые два бойца схлестнуться то мы не знаем кто из них победит и может быть уже не будет вот такого близкого вот такого вот там микроскопического отличия может быть скажем уже либералы ему нагонят и вообще перегонят поэтому люди которые на это смотрят они пытаются спрогнозировать есть значит есть там центр исследовательский который вот за этим совсем следит они говорят так что с точки зрения голосов поданных на президентских выборах вот два года назад за кого голосовали за клинтона или там за трампа с точки зрения вот 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 этого расклада есть палате представителей из там по-моему 435 по моему мест вот так вот и из них там у но грубо там пусть будет я дословно не помню там но с разницей в 20 ну там 200 с небольшим у республиканцев там и 200 у демократов так вот из этих вот 200 с небольшим у республиканцев из них 68 то есть ну можно сказать 3 каждый третий округ представлены в палате представителей республиканцами каждый третий имел худшие результаты на президентских выборах чем вот этот 42 округ штате ахайя и они говорят что если уже тут вышло в ноль фактически ну в ноль там очень радостно мы победили там туда-сюда так конечно ради бога вот но но существенно ты тенденция важна потому что вот сейчас выборы сейчас же все именно в этом ракурсе рассматривается и вот получается что это может не то же там большинство демократов быть там в пару голосов а это может быть такое очень серьезное большинство поэтому никто не знает да вы сами понимаете за эти три месяца может произойти очень 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 много всего у нас каждую неделю очень много всего происходит нас сейчас за неделю проходит как раньше за год всяких событий которые можно было обсуждать обсасывать там анализировать и так далее мы сейчас уже не успеваем но не мы страна в целом не 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 мы с вами не у страна не успевает даже следить и потому что уже очень быстро и только вроде какое-то событие тут опять и тут еще три сегодня ну ну когда же за ними уследишь там уже все уже просто все поэтому уже как футбольные фанаты там вот там шарфиком ходит и вот по шарфикам все определяется уже там разбираться кто когда забил на какой минуте кому подставил ножку это это уже вообще там судья не судья там свистел не свистел мужчина судья женщина там гей не уже все уже все ушло вот уже флажок вот вот флажок или там тряпка красная для быка вот это сейчас вот так работает новые времена новые технологии вот такая такой вторник у нас был интересный и ну ждем пойти с одной стороны можно было бы сказать что ну это почти всегда не сто процентов но почти всегда когда одна партия держит и президентский пост или обе большинство в обеих палатах практически всегда на промежуточных выборах значит одна палата перескакивает в другой партии то есть это как бы обычно тем но понимаете мы сейчас в такое время живем и я думаю сами выборы вот двухлетней давности президентским сами выборы показали что время уже необычно и я бы сказал что началось началась это необычность не с выборов где победил трамп а с брекзита который тоже я бы сказал вот такого же порядка явления вот начиная с брекзита мы живем в мире в котором как бы обычная логика обычная логика привычная логика вот всегда так было а вот раньше все правда все было все все как есть но не работает больше то есть скажем изменилась область применения этих дел да то есть вот была вот такая область применения какого-то набора правил а сейчас одна область сузилась или может вообще куда-то сдвинулась я не знаю куда она делась но но не работают больше те правила или скажем так работают но с меньшей менее достоверно работают поэтому логика типа ну вот поскольку всегда так было она не работает никак но было и чего теперь а сейчас не всегда сейчас уже как какое-то вот после всегдашние такое вот не 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 соответствует так что друзья у нас впереди вот эти три месяца они будут совершенно очаровательны значит у нас да кстати я вам говорил что с точки зрения изменений потенциальных в миграционном законодательстве и битва за бюджет которая того гляди развернется мы не знаем трамп грозится его пытаются утихомирить и так далее вот законодательная деятельность возвращаясь к законодательной деятельности я хочу сказать что в августе у нас обычно конгресс в отпуске но это тоже такой отпуск они они не гуляют в это время они едут там в свои эти округа и там у них встречи они массу всяких дел делают но в сенате конкретно в сенате не в палате представителей но в сенате отпуском этот сократили до недели сказали ребята столько дел не получается им нужно еще утверждать судью верховный суд и это не будет легким делом потому что этот человек достаточно противоречивый которого там трамп предложил то есть противоречивый в том смысле что он такие вещи говорит ну например я вам до чтобы вам было понятно о чем речь значит он говорит так что если президент считает что закон не конституционный президент считает не суд понимаете это говорит человек которого предлагают верховный суд так вот значит и и и и и только верховный суд может считать закон конституционным или не конституционным так он говорит если президент считает закон не конституционным то он может его не выполнять это революция в стране законодательная потому что в принципе президент может например обратиться верховный суд чтобы тот рассмотрел конституционность там этого закона но оказывается президент уже может уже может ну с его то есть его точки зрения это он понимает конституцию так этот человек что президент конце концов но если он считает что это неправильно так он может и не выполнять тоже то есть и это конституционно это это люди значит ну один из тех девяти значит от которых зависит интерпретация нашей конституции то есть его это конституция до одного места на самом деле ну неважно очень такая история и даже республиканцы многие как бы не готовы к такому вот он в частности считает что действующий президент который на должности его не должны его никто не может судить вот он пока на должности судить его нельзя например вот клинтона там судили вот трампа там судят и так далее есть кстати решение по этому поводу то есть этот вопрос рассматривался можно нельзя значит было принято решение что можно было четко сказано что можно но вот он считает что нельзя поэтому я думаю что для республиканцев у которых большинство в сенате минимальная ну то есть реально там 51 на 49 вот такой кандидат для для некоторого количества будет просто неприемлем при при всей их республикан кости поэтому посмотрим но тут им нужно обсуждать и времени нет совсем и до ноябрьских выборов остается вот как бы совсем немного хотя за счет того что они не пойдут на каникулы увеличивается вот это время но друзья 6 ноября запомните да эту дату 6 ноября будут получены ответы на очень-очень многие вопросы в результате чего возникнет невероятное количество новых вопросов на которые ответ мы будем искать в будущем счастливо после выборов